Область знаний Лекция на радио «Звезда» Клетки. Из чего мы состоим? Рассказывает биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин. Область знаний Когда мы говорим про анатомию, чаще всего мы имеем в виду наши конечности, органы, ткани. Но все эти органы и ткани состоят из клеток. И самый главный вопрос, которым мы должны по-хорошему себе задавать, как именно эти клетки по этому шаблону складываются. Ведь каждая из нас изначально происходит из всего лишь одной единственной маленькой изолированной клеточки, которая размножается и потомки которой начинают приобретать специализации, выстраиваться каким-то только им известным порядком и образовывать нас с вами. Этот момент, то, как мы из одноклеточного по сути превращаемся в многоклеточные, наверное, один из самых важных аспектов и не только анатомии, но и всей биологии как таковой. То, что мы сделали из клеток, вещь неинтуитивна и была она создана достаточно поздно. Лишь в 17 веке, когда все в мире сложилось таким образом, что в нем сразу появились и древесные пробки, и световые микроскопы, и замечательный ученый Роберт Гук. Рассматривая вышеупомянутую пробку в вышеупомянутый микроскоп, он обнаружил, что состоит она словно из каких-то маленьких и независимых ячейк, по отношению к которым он и употребил слово «клетка». С тех пор мы так и живем. И чтобы понять, опять же, как все эти клетки функционируют и выстраиваются в нас, слушающих радио, нам нужно сначала сказать про их строение. Грубо говоря, клетку мы можем представить как заизолированную жировую каплю. Ведь первое, что бросается нам в глаза, когда мы на нее смотрим, а именно поверхность клетки, ее мембрана. Более научно правильно будет сказать, что состоит мембрана из фосфолипидов. Ну а чтобы их представить, вспомните, как выглядит, когда вы капаете каплю масла в воду. Она растекается по поверхности воды, и эти две жидкости не смешиваются. Хорошо, но теперь вы начинаете усердно трясти бутылку с водой, внутри которой есть капелька масла. Что же произойдет? Все выстроится таким образом, что будут у нас масляные пузырьки, а внутри них будут капельки воды. Такая структура называется липосома. И состоит, мембрана такой липосомы, как раз из двойного слоя жиров, ну фосфолипидов, если быть точнее. И когда мы отправимся вглубь клетки, мы увидим, что такого же плана мембран и структур в ней в огромном избытке. Практически все, что мы можем разглядеть, рассматривая наши с вами составные части, это как раз такие вот жировые мембраны. Мембраны сами по себе не умеют что-то делать. Они не активны, они не способны воспроизводить какие-то механизмы, они всего лишь изолируют одну среду от другой. Но на каждой из них есть рабочие компоненты, а именно белки. И белок – это, по сути, рабочий инструмент. Есть белки, которые прямо в мембрану встроены. Например, есть аквапарин, который, по большому счету, просто создает из себя пору, сквозь которую вода в мембрану и наружу может проходить. Есть активные переносчики. Например, какой-нибудь глюкозный транспортер, который будет активироваться только когда захватывает одну молекулу глюкозы, пропускать ее внутрь клетки через мембрану, после чего запечатываться. Есть в мембране и активные ферменты, которые затрачивают энергию и производят какой-то очень важный эффект. Например, есть натрий-калиевые каналы, насосы, которые все время выкачивают или закачивают в клетку ионы металлов. И именно благодаря этим самым насосам у нас вообще может функционировать нервная система. Помимо белков на чем-то закрепленных, есть, разумеется, и белки свободно плавающие. Любой процесс, который мы можем найти в клетке, обязательно ознаменован появлением и существованием какого-то белка. За любым движением, стремлением или синтезом обязательно какие-то белки стоят, как правило, не один, а сразу несколько десятков. Есть белки, которые занимаются внутриклеточным транспортом, то есть эти самые пузыри с веществом перетаскивают с места на место. Есть те, которые позволяют нашим клеткам делиться, то есть удваивают ДНК. Есть, в конце концов, даже белки, которые просто делают новые белки. Внутри каждой нашей клетки содержится почти 2 метра молекулы ДНК. И она, как магнитная лента, имеет участки, на которых записана информация, как те или иные белки строить. И гибель этого ДНК, его разрыв, повреждения, оно отражается очень существенно на нашем здоровье. И, в конце концов, даже механизм возникновения раковых клеток тоже упирается в повреждения ДНК. Именно поэтому нам и нужно внутриклеточное ядро, в котором мы это всё ДНК спрятали, закрыли и лишний раз не трогаем. Клетки. Из чего мы состоим? Область знаний. Если вы в это ядро попробуете посмотреть при жизни, вы никаких хромосом там не увидите. Мы про хромосомы знаем, их показывают часто во всевозможных научно-фантастических фильмах о том, что вот, мол, какие-то икс-образные червячки внутри ядра в нас плавают. Но на самом деле нет. ДНК, пока клетка жива и функционирует, расплетено. И всё пространство ядра им заполнено. Это называется вещество хроматин. А зачем же тогда вообще нужны хромосомы, если их так вроде и не видно? Это на самом деле всего лишь сумки для переезда. Я уже сказал, что ДНК очень длинная. И если бы оно удваивалось, а потом при делении клетки просто старалось бы самостоятельно расходиться пополам, получалось бы криво-косо, а чаще не получалось бы ничего вообще. Какой-то клетке бы доставалось удвоенная версия одного гена, другой клетке этого гена вообще не доставалось. В общем, ничего бы точно не получилось. В пику этому организм и производит хромосомы. Когда клетка подходит к стадии деления, всё её ДНК начинает скручиваться. Чтобы представить это, вспомните такой старый телефонный шнур в виде спирали. Представьте, как вы этот шнур крутите с одной из сторон. Он и так спиралевидный. А начнёт образовывать сначала суперспираль. Вы крутите ещё сильнее. Эта спираль тоже закручивается в спираль и так далее. В общем, хромосома – это получается такая супер-пупер-дупер-многоуровневая спираль. Некоторые люди представляют себе хромосому, как какой-то чехол, внутри которого ДНК. Это не так. Это и есть само ДНК. Хромосома – это просто суперскрученная его версия. И вот теперь представьте, что мы смотрим на клетку в разрезе. Клетка должна всё время отвечать на какие-то воздействия внешней среды. И у клетки, разумеется, есть задача. Например, добыть себе пропитание, его переварить и бежать, скорее добывать такое пропитание заново. И вот если клетка встречает молекулу лактозы, их этих молекул очень много, нужно срочно начать делать ферменты, эту лактозу расщепляющие. И вот лактоза закончилась, уже нужно расщеплять сами ферменты, чтобы они не мешали, опять же, добывать что-то новое. Можно даже сказать, что клетка постоянно стремится к какому-то химическому балансу, к какому-то равновесию с окружающим её миром, но эта равновесие принципиально недостижимо. Ведь чтобы добывать энергию, клетка постоянно энергию тратит. Есть очень красивая фраза, она мне нравится, о том, что «Жизнь – это состояние устойчивого неравновесия». Когда мы смотрим внутрь клетки, видим все её вставные части, мы уже сразу можем выделить некоторый поток передачи биохимических стимулов и сигналов. Мы уже представляем, что клетка реагирует на внешнее воздействие. Это внешнее воздействие провоцирует какой-то из белков на её поверхности. Он сообщает сигнал вовнутрь, допустим, в то же самое внутриклеточное ядро. В внутриклеточном ядре активируется какой-то ген. Ген белка или фермента, который нужен прямо сейчас. Этот фермент не может производиться сразу. Вместо этого маленький участок ДНК, где информация нужная записана, копируется на молекулу, которая почти как ДНК, только меньше и имеет немного другой химический состав. Если ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, то молекула, которую мы сейчас получим – это РНК – рибонуклеиновая кислота. То есть, чувствуйте по названию, там было дезокси, то есть не хватало какого-то окси. А здесь есть просто рибонуклеиновая кислота, то есть окси вернулось на место. Казалось бы, мельчайшее химическое отличие, но, опять же, если ДНК благодаря своей структуре оно длинное, двуцепочечное и стабильное, то РНК короткое, как правило, одноцепочечное и гораздо менее стабильное. Можно представить это, как если вы достаете из какого-то сейфа маленькие копии рабочих документов, которые вам сейчас нужны. Это и будут как раз молекулы РНК. И, разумеется, чтобы лишний раз не мешать основному ДНК храниться, РНК сразу же вылетает из ядра. Там ее подхватывает специальный молекулярный комплекс. Молекула, которая будет это РНК прочитывать и реализовывать информацию, которая на нем записана. Комплекс такой называется рибосома. Она, зацепившись за РНК, напротив каждых трех ее буквок генетического кода будет выставить одну аминокислоту. Получается, у нас напротив одной цепочки формируется другая цепочка, уже аминокислотная. И вот белок – это как раз цепочка аминокислот и есть. Так как белок, он нужен не просто так, а где-то конкретно, сразу после того, как он создан, он может либо отправиться внутрь, снова в ядро, либо встроиться в мембрану, либо, если его нужно припасти и использовать в накопившемся объеме, отправляется он в так называемый комплекс Гольджи. Это тоже такие большие наборы пузырей, по сути, жирные мембраны, в которых белки постоянно упаковываются. Кроме описанного, в клетке мы еще увидим одну очень важную органеллу, которую, если вы когда-нибудь открывали биологический атлас, обязательно обнаружите в виде красной такой овальной структуры. Это называется митохондрия. Митохондрия занимается тем, что постоянно окисляет глюкозу и добывает энергию, чтобы клетка могла производить новые белки. Мы с вами только что описали все необходимое для успешного выживания отдельно взятой ячейки жизни. Теперь мы должны с вами задаться очень важным вопросом. Зачем клетки вообще хотят быть вместе? И если мы так задумаемся, то чем вы больше на соседа похожи, тем за большее количество ресурсов вы с ним конкурируете. Любое себе подобное существо вам будет только мешать, логичным предположить тактику, а от всех себе подобных бежать сразу и надолго, и потом их еще всю жизнь за километр отходить. Но так не происходит. В пику всей этой логики клетки зачем-то решили жить вместе. И почему так произошло, на мой взгляд, необходимо понять, чтобы разобраться в анатомии. Представьте себе жизнь на достаточно раннем этапе ее развития в виде морской губки. У морской губки все клетки абсолютно одинаковые. Они все соседи, и они все напрямую сообщают с окружающей средой. Сквозь них проходит вода, каждая из этих клеток сама берет себе из этой воды все необходимые питательные элементы и выбрасывает в эту воду все продукты жизнедеятельности. Нужен кислород? Аналогично. Все можно впитать в себя сразу. Поэтому губка, по большому счету, как организм и не существует. Ее можно разрезать, хоть на терке натереть, отдельно взятую клетку из нее выдернуть. Клетка выживет. Даже может размножиться и построить какую-то новую губку. Отсутствует специализация. А именно специализация к многоклеточности нас сейчас и приведет. Морские губки – это прометазово, домногоклеточные, потому что их можно как угодно делить. Это скорее просто содружество. А истинные многоклеточные так не умеют. Мы, собравшись в большой клеточный конгломерат, начали разделять обязанности и начали по-новому решать задачи, которые одноклеточные формы просто не в состоянии сделать. Допустим, если вы хотите переваривать огромное разнообразие пищи совершенно по-разному устроено, вам нужно большое количество пищеварительных ферментов. Одна клетка себе такого разнообразия просто не может позволить. Если вы хотите быстро мчаться от неблагоприятных условий или в поисках пищи, сколько жгутиков не отрастит себе одна клетка, она все равно никогда не угонится за пары миллиардов клеток, образующих мышцы плавника или образующих ноги. Таким образом, мы подходим к пониманию, что клетки, разделяя специализации, делают качественно новые структуры, которые вовнутрь клетки просто не умещаются. И давайте посмотрим, скажем так, на схему человеческого строения. Что мы увидим? У нас есть, прежде всего, рот. Мы в него едим. И как только еда отправляется в порту вниз, она попадает в нашу пищеварительную систему. Это клетки, специализированные на переваривании, добывании энергии. От пищеварительной системы очень сильно удалены наши конечности, руки, ноги, они тоже стоят из живых клеток. Им питание, кислород нужно. Значит, нам нужны клетки, которые будут заниматься транспортной функцией. Переносить питание из клеток кишечника в клетки, допустим, кончика левой пятки. Эти же клетки будут переносить и кислород. Вы, конечно, уже догадались, я говорю про клетки кровеносной системы. Наконец, если все клетки в организме живые, и вот у губки они не только брали питание из среды, но выкидывали в среду все продукты своей жизнедеятельности, то и у нас клетки тоже должны куда-то продукты жизнедеятельности выбрасывать. И выбросят они его обратно, разумеется, в кровеносную систему. И значит, нам нужны еще клетки, фильтрующие всю нашу кровь. Появляются и они. Клетки. Из чего мы состоим? Область знаний. Такой большой клеточный конгломерат нельзя оставлять на волю судьбы. Мы не можем словно губка с таким строением болтаться где-то над ней и ожидать прихода пищи. Нам надо самим активно за ней гоняться, иметь какие-то нормы реакции. Возникают клетки, которые регулируют именно это. Возникает нервная система. Ну и, наконец, мы же хотим предсказывать поведение того, на кого охотимся, или наоборот, поведение хищника, от которого убегаем. Нам нужен управляющий поведением мозг, как производное, тоже от нервных клеток. И в этом плане очень интересно, где именно у нас мозг возник. Он возникает у нас на голове. Это же вроде нелогично, ведь это хрупкая структура, и хотелось бы спрятать её куда-то поглубже. Почему же она торчит так, словно просит, чтобы по ней ударили? А всё дело в том, что мозг возникает рядом с ортом. Ведь рот изначально – это самое чувствительное и самое важное место в организме. Мы в него пищу принимаем, и нужно огромное количество нервных окончаний, чтобы эту пищу проанализировать, понять, что она не острая, не отравленная. Рассмотреть, как минимум её ещё надо найти и почувствовать. И чтобы все эти рецепторы вокруг рта обслуживать, именно для этого на голове возникает мозг. Смешно прозвучит, но да, голова появляется как структура, только чтобы в неё эффективно кушать. И вот, чтобы все эти структуры получать, мы должны иметь какой-то шаблон, который будет развиваться из оплодотворённой яйцеклетки, с которой мы все с вами начинали. И выглядит её развитие примерно следующим образом. Прежде всего, она многократно делится, или по-другому дробится. Образуются, по сути, точные копии одинаковых клеток, и в этот момент, ну, допустим, на стадии каких-нибудь 32-64 клеток, пока все клетки одинаковые, мы, по сути, соответствуем морской губке. Мы повторяем её строение из неспециализированных клеток. Такая структура похожа на малину. И учёные, недолго думая, её малиной назвали, правда, по-латыни получилось слово «морула». Вслед за этим в моруле начинает образовываться некоторое пространство. Клетки расходятся на периферии и формируют пузырёк. И пузырёк учёные назвали прям так же. Пузырёк, а именно «бластула». Пока ещё все клетки одинаковые, но ещё спустя одну секунду одна из стенок этого пузыряка начинает, по сути, вгибаться вовнутрь. И что же у нас получится? Представьте себе сдутый футбольный мяч. Похожий своего рода на такую «миску». Два слоя клеток. И с этой секунды клетки уже генетически разделяются. Гены, необходимые для того, чтобы быть кожами, по кровам, оставшиеся снаружи – это эктодерма. Клетки, которые ушли внутрь, которые впоследствии станут нашей пищеварительной системой – это энтодерма, внутренняя кожа. Ещё спустя какое-то время между ними появляется третий слой – это мезодерма. Кожа средняя. Из мезодермы произойдут наши кровеносные сосуды и наши мышцы. И вот эти три, как их называют, зародышевых листка – это три главные генетические программы клеток. После этого начинается их некоторая специализация. Из эктодермы появятся эпителиальные клетки и клетки нервной системы. Образуются органы, такие как кожа, ногти, волосы. Отдельно очень интересно, именно отсюда же образуются зубы. Мы иногда думаем, что зубы – это кости, просто потому что они на них похожи. Но вообще, если мы посмотрим на эволюционное происхождение и мариональное развитие, мы поймём, что зубы – это производная именно покровов. Когда-то в своё время у рыбы это была просто заострённая чешуя, а у нас она просто дошла уже до состояния несменяемых, по сути, почти что костей. Если мы говорим про мезодерму – среднюю кожу, то из неё образуются сердце и сосуды, то, что эти сосуды будут фильтровать, то есть почки, наши половые железы, кости, хрящи и мышцы. Ну и, наконец, энтодерма – внутренняя кожа, наш кишечник, понятное дело, вместе с желудком, печенью и всё, что связано с пищеварением. И отдельно очень интересно – наши лёгкие. Мы привыкли считать, что лёгкие, наверное, ближе к нам кровеносной системе, ведь они же насыщают кровь кислородом. Но нет, опять же, исторически эволюционные, в том числе эмбриональные, лёгкие – это всего лишь вырост пищевода. Именно поэтому у нас такой своего рода дурацкий дизайн. Мы в одну и ту же дырку и глотаем, и дышим. Надгортанник несчастный должен постоянно то одно, то другое горло прикрывать, иначе можно подавиться. Если однажды прилетят инопланетяне и посмотрят на нашу анатомию, думаю, это то самое место, где они будут смеяться дольше всего. Наконец, после того, как все типы клеток, все эти зародышевые листки образованы, они приобрели специализацию, мы можем говорить уже о полноценном организме, который похож на маленького человека и однажды обязательно в большого человека вырастет. Рассказывал биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин. Область знаний Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова